Мы чтим героев имена, и здесь невластны времена. Из поколения в поколение их мужество для нас нетленно. Растет кленовая аллея, но она словно бы аллеет от грозного войны огня, спасая будто и меня. Аллею праведников народов мира на обновленной набережной заложили в мае. Молодые клены и таблички с десятками имен спасенных еврейских детей. Навсегда вписали свои имена в историю и те, кто, рискуя собственной жизнью, укрывал их от нацистов. Сегодня вспомнили о каждом. Недостоева Татьяна Герасимовна. Город почем удостоена звания праведник народов мира. 5 июня 2000 года. За спасение еврейской девочки Маклиной Сони. Сведения об этих людях собирали буквально по крупицам. Работа десятков специалистов заняла не один год. Такие люди были выявлены. Совершенно все свидетельства доказаны фактами, архивными документами. И благодаря вот этой работе появилась наша аллея и появился новый мемориал. В годы войны в Брянской области был десяток гетто. В них содержалось более 11 тысяч евреев. Официальная статистика гласит, спасти удалось лишь 400 человек. Историками установлено около 30 мест массового расстрела еврейского населения. Живая история. Дети войны и те, кто своими глазами видел зверства фашистов. Я помню первый день войны мальчишкой в 9 лет. Мы нарезали прутья, вбивали в них патефонные иглы. И этим собирались защищать свой город, свой край, свою страну. Пусть долго живут те люди, которые будут нашим детям рассказывать. И пусть наши дети, наши внуки и наши правнуки и все последующие поколения помнят об этом и знают об этом только из рассказов и только со страничек книг. Долг ныне живущих помнить об этом и хорошо усвоить уроки истории. Реакция – это все-таки донести молодому поколению то, что нужно чтить память солдат, нужно быть благодарными своим предкам. У монумента жертвам Холокоста на центральном кладбище Брянска сегодня зажгли лампады. Это отдельная трагическая страница для еврейской нации. Шесть миллионов евреев стали жертвами нацистского режима. Сотни тысяч еврейских солдат воевали на фронтах Великой Отечественной. Война не имеет национальности, однако именно еврейский народ в этой войне был на грани полного уничтожения. У подножия по еврейской традиции камни. Всего их 22 на каждом названии населенного пункта и число безвинных людей, замученных фашистами. За каждой цифрой человеческая жизнь. Сведения о жертвах Холокоста на Брянщине содержатся в книге памяти Брянской общины. И пусть с начала войны минуло 77 лет, время не в силах стереть имена. Елена Лыщицкая, Сергей Любецкий. События Брянск.